Всем моим зрителям пламенный привет! Всем вновь подписавшимся добро пожаловать! Надеюсь, мои видео вам полезны и вы их смотрите с удовольствием. Сегодня я решила снять маленькое видео по поводу бантиков, какие они бывают, как их правильно выбрать, на что обратить внимание. Ну, давайте вкратце начнем с более таких домашних бантов и перейдем к выставочным. Ну, к домашним бантам я лично, да, опять же повторюсь, что мое мнение это не значит, что оно прям вот истинно в последней инстанции, но к домашним бантам я отношу всякого рода цветные банты с таким, знаете, легким, незамысловатым рисунком. Например, такие миленькие весенние цветочки, сиреневенькие, да, вот из этого же разряда. Или вот, например, такие вот сердечки с бабочками, голубые, прекрасные, вообще красивый бантик, очень миленький. Ну, или вот, например, вот такие вот, очень яркие, жизнерадостные бантики, маленькие. Сейчас покажу. То есть, ну, как бы, на мой взгляд, это больше, конечно, домашние бантики на щенков, там даже на юниорчиков, там выйти погулять, размяться. Это вот, я считаю, что это больше такие домашние банты. Ну, и переходим к выставочным бантам. То есть, домашние вы можете выбрать вообще совершенно любые, любого цвета, размера, там, какой вам нравится. Но, если мы говорим о выставочных бантах, то есть, все-таки выставочный банк, да, бант, прошу прощения, для йорка или бивера, он должен быть красным. Опять же, это мое мнение. То есть, красным с какими-то, возможно, вкраплениями, чуть с белым, там, чуть с золотым, еще с каким-то, но красным. Так повелось, йорки всегда выставлялись в красных бантах. Ну, и, собственно, мы те же йорки, соответственно, нам тоже красные банты. Тем более, красные банты очень хорошо подчеркивают экстерьер и расцветку бивера. Вот такой вот бантик. Особо, так скажем, незамысловатый, но на самом деле на собаке смотрится великолепно. Это бантик Маргариты Сильновой. Живет она в Москве. Я все ссылочки на бантики и на их производители оставлю под видео. Можете пройти, посмотреть, может, там что-то себе выберете. Ну, так вот, значит, красный бант. Ну, вот я показала вам с золотым. Есть еще, например, вот такие, да, всякие разные. Девушки у нас вообще что только не делают. Красный с белым, с золотым, да. Очень красивый бант. Ну, типа таких вот есть, да, красный с белым. То есть, вариантов много. Чуть искажает камеру цвет, ну, красный с белым. Вот такой вот есть. Вот. То есть, выставочный бант должен быть все-таки красным. Дальше, что касается формы и размера бантика. То есть, бантики бывают разные. Там, начиная от сантиметра или полутора сантиметра, там, 2-2,5 сантиметра в ширину. И заканчивая, там, 3,5 в высоту, 4, даже 3,5 в длину. Вот для нас лично, да, опять же, мое мнение. Если мы говорим о бэбиках и о щенках, если особенно это, например, какой-нибудь миниатюрный кобель или миниатюрный сука, то лучше покупать, конечно, бантики маленькие. Ну, прям совсем вот они вот малюсенькие бантики такие вот, крошечные. То есть, ну, вот, да, с фалангу пальца. Вот он крошечный. То есть, тут где-то, наверное, вот как раз-таки там сантиметр, да, на 2 сантиметра. То есть, бантик должен вписываться аккуратненько в промежуток между топом. То есть, он аккуратно должен ложиться вот сюда вот на топ. И тут у вас будет, да, маленький хохолочек. Либо еще не будет, исключительно ввиду того, что собака еще маленькая, да, что шерсть еще как следует не отросла. То есть, мой совет, не покупайте огромные банты. Вот, бэбикам и щенкам. Не создавайте комичные ситуации. Знаете, когда вы начесали вроде бы собаку, ей этот бант привязали, она бежит, и с каждым шагом топ вот плюхается, плюхается. Так бантик, вот это все вот трясется, и топ весь ползает на нос, этот бантик, все это в кости и так далее. Это в ринге вам уверенности не прибавит. Только наоборот, вы будете идти, видеть это все, и думать, как бы быстрее это поправить. А в ринге это уже, к сожалению, не поправишь. Вот, то есть, старайтесь выбирать небольшие бантики. Пусть они будут даже вот, ну, как бы двухслойные, да, но они вот такие вот небольшие, очень легкие. Но от этого они не менее красивые. Опять же, они бывают разные по, ну, вот, закреплению, да, то есть, девочки там закрепляют некоторые лаком, кто-то закрепляет эпоксидной смолой, кто-то закрепляет желатином, все по-разному. Вот, но по качеству, то есть, ну, как бы я могу отметить, да, бантики это Маргарита Сильновая, Наташа Таратиной, Наташа Наганенко, Лили Кулакова, сейчас вот покажу ее бантики. Пока это вот все бантики Маргариты Сильновой. То есть, они прочные, даже, вот видите, я давлю, как бы, на них, и вот, особенно с верхней частью, с ней особо ничего не случается. Но этот бантик юниорский, да, щенячий, он, собственно, может быть чуть-чуть легковат. Вот, дальше за прочность отвечают две латексные резинки, которые находятся вот здесь вот, да, за которой бантик привязывается. То есть, это сделано в случае того, если вдруг одна резинка порвалась, да, то за вторую вы как-то можете банк привязать, особенно, если у вас нет возможности его поменять. Но на выставку надо брать с собой как минимум два или три бантика, чтобы у вас всегда была альтернатива. Вот, то есть, у меня вот на выставку есть вот такая вот коробочка, ну, собственно, которую можно купить в любом хозяйственном магазине. Здесь у меня лежат банты на любой случай жизни, и эти банты подходят, вот, на самом деле, ну, любой моей собаке. То есть, я могу взять любое, не глядя, и надеть на нее. То есть, это вот банты уже все-таки на взрослых собак, то есть, это где-то в районе, там, двух сантиметров на три сантиметра. Это, в принципе, на собак, там, где-то до двух с половиной килограмм, там, ну, до два семьсот. Ну, соответственно, голова уже, сами понимаете, не щенячья, то есть, на щенячью голову. Вот, бантик великоват. Также есть банты великолепные Наташи Таратиной, вот о чем я говорю. Ну, вот, например, такой бант потрясающий. Ну, это, соответственно, и другая ценовая категория, то есть, такие банты стоят в районе, там, двух с половиной тысячи, и за даже две с половиной тысячи. Они замечательные, они очень красивые. У них тут, в принципе, потрясающие стразы, они великолепно сделаны, хорошо закреплены, очень прочные. То есть, вот у меня, там, наверное, самому старшему бантику в районе, там, трех лет, даже, может, чуть больше, носим, ничего с ним не случается. Но, опять же, цена, да, и они очень большие. Когда будете говорить, вот, там, с производителем бантиков, спрашиваете, какой размер и подойдет ли это на собаку, там, ну, и называйте ее размер. Да, они вам, в общем-то, подскажут, и девочки очень хорошо разбираются в этом. На головы с белой проточной, с белыми усами очень хорошо подходят бантики с чем-то с белым, да, с какими-то белыми вставками небольшими. Они очень хорошо подчеркивают именно белый цвет проточины. Все это нарядно смотрится, замечательно. На темные головы больше подходят просто красные банты, темно-красные банты, даже где-то, возможно, черные банты, такие бордовые, ну, с чем-то с золотым. Ну, вот, примерно, как, вот такие вот, вот такие вот. Вот, вот, и, ну, вот, Наташа, да, Тарати, я покажу бантик, тоже, вот, отлично подходит на темную голову. То есть, не думайте, что если у вас собака с темной головой, то на нее можно прикрепить любой бант, там, желтый, зеленый, фиолетовый и так далее. На самом деле, я вот тоже раньше так думала, но, как практика показывает, это выглядит, оказывается, на самом деле, оляписто. Также не стоит укрепить, например, какой-то нежно-сиреневый бант на собаку с более бледной головой, потому что это будет ее бледнить. То есть, всегда перед покупкой, перед заказом бантика старайтесь, ну, хотя бы мысленно представить или прикинуть там, не знаю, ну, любой там краешек, не знаю, платье подходящего по цвету или еще что-то. К собаке посмотреть, красиво будет смотреться или некрасиво будет смотреться данный цвет на собаке. То есть, бант должен украшать, на самом деле, то есть, он не должен мешать вам в ринге, он не должен быть большим, он должен быть красивым. А больше всего, собственно, собаку в ринге красит груминг и хендлинг. Поэтому, удачных вам рингов, вот, чтобы у вас все получалось, растите ваших чемпионов. Всего доброго и пока-пока.